ну хорошо но вы там как бы взлетели так поднялись я не могу сказать мне ну это естественно потому что большей частью того что получается я начал предводной опыт получать или но если взглянуть на мой первый код который сейчас там есть поднять выпускному первый год кто-то может схватиться как слез с таким годом идти куда-то на рынок и просить зарплату которая сейчас на рынке дает я не знаю я бы погнал бы такого ящика но если это опыт и с каждым новой интернете расиска что-то читает что ты находишь получает вопросы дешево интернет и узнаешь все ответы опыт 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 учет платят сам электронщик и ну как бы по бэкграунду поэтому электронщик пишет код не так как программе и я когда свое там еще надо делал значит там программисты подходили там знакомые ребята не смотрели они они говорили миша а ты хоть понимаешь какой ужас вот ты творишь тут я говорю но при марку работает надежно работает то есть у меня был очень надежный код хотя написанный как то вот не так как программисты пишут но очень надежно а так я я же программировал микропроцессоры я же не не то что уж там прям совсем слон это свалился вот и я в 16-ричных кодов писал из головы пойти не то что еще без всякого ассемблера ну и они но это видно это чувствовать вот но ну то если бы попасть в хорошую среду к серьезным чувакам и ты под них подстраиваешься начинаешь писать нормальный код и начинаются для ревью там понимаете это школа должна быть поэтому конечно школа дорогого стоит что там естественно ты илья который здесь тоже вас в нью-йорка был на видео он сейчас работает той компании где работал я вот недавно мы с ним вспоминали первый мой код хватались за волосы для меня конечно волосы короткие я бы наверно выдергивался все волосы видя этот код но это все это все опыт это дало мне первый толчок первый скачок я когда приехал сюда я сказал дался такой у меня была цель через год то строится не год ты компания списке где хотел работать amazon firefox firefox с и это почему вот как-то а может быть какой-то шикарный был бы старт на пунктам может быть шикарный был бы стартап я бы мне я не отказался в любую работать я понюхленько и стартап пожалуйста но вот то в идеале мне хотелось вот в эти в эти компании а я только не пойму из-за чего ну вот просто компания классная или там продукт какой-то или почему значит firefox с мне нравился сама идея продукт которую они делали конечно уже почил в небытие это новая мобильная операционная система которая написана на html5 только для в основном третьего рынка запустили с ней здесь было мне интересно работать amazon инфраструктура но это раз тогда все это уехать чужим не здесь тоже есть в амазоне и здесь амазоне да amazon и apple потому что я вообще я обычный фанат и было интересно посмотреть как интересно как окунуться в эту среду и понять как работает ваша позиция постоянная или вы были я фултайм ну хорошо вот как как человек фултайм вам нравится быть фултайм вот что вы чувствуете как фултайм среди с контрактом ну на контракте я работал вот один раз всего и конечно же это неопределенность это возможно это дается опять-таки с одной стороны дает какой-то стимул дальше и развиваться еще быстрее для не развиваться искать это собой больше свободы для самого контрактора с точки зрения фултаймом плей это больше защищенность потому что у меня есть дети доводите мне земли которым нужно обеспечить давать вам хороший бенефит очень хороший бенефит для в этом плане но конечно же минусы работы в аппеле то что иногда приходится работать до к супруга чем занимает супруга у меня занимается трейдинг тариф комплаенс это грубо говоря экспортный контроль экспортный импортный контроль то есть это как бы нравится именно или она просто так вот так случилось но ей это нравится это так сложилось и нравится но в этом больше десяти лет то есть она и там и здесь да она здесь работала гугли потом весь на отработала в apple сейчас она на контракте на отработала в гугле здесь я не понял и импорт экспорт контроль да то есть google что-то импортирует экспортирует ну конечно же сам допустим то время это были гугл глаз куча разных секретных проектов как бы импорт экспортного айтишного просим работал если отработал в очки интересно как слушать и потом он отработала вы плевая она и говорит плюнула все пойду в теста нет она это не ее абсолютно дети ваши какого возраста а семь лет и три года ну три года ладно вот который семь лет на вас так как глядя не не говорит фига себе в нам с папой там не значит не понимает она тот для нее это тоже был огромный стресс переезд потому что ребенок приехав его к 0 и так мы были вынуждены вы приехали с очень небольшой сумма денег нам хватило если бы я не получил работу то приходилось что-то куда-то другую работу настройку уходить или еще хоть что-то пиццу разводить хоть как-то вот и мы оба вышли на работу ребенка дали в школу младший дали ему в русский детский садик старый брат или нет мне в старый брат только садик открылся и мы его нашли очень довольны до сих пор а старше мы дали в продленку в школе это на без ноль языка то есть она приехала в июле и в августе в школу вот сейчас например если бы вы заново планировали знаю то что вы знаете вот тут тот же самый путь вы бы сказали пойду-ка я вечером поучусь а днем поработаю и без спешки без стресса чтобы естественно не чувствовать себя что сейчас деньги кончатся естественно естественно я бы сделал бы так конечно я поехал бы сделал бы так но перед этим еще и не здесь начал учить язык учитель начал его в россии потому что россии все-таки вот апреля там лично учить и тягиваться и в язык программирования и в английский язык и так далее потому что там куча куча делал дом надо распродавать вещи готовится в его план то есть не до того да мне нужно приезжать уже как можно больше подготовить хорошо давайте так значит вы все-таки вы два года назад нас учились примерно вот в это время вы закончили да я в августе ушел в августе да значит вот вы значит два года за учились сейчас вы начали немножко вот преподавать вместе с ильей да там трест и 5 тестировали глядя сказать как бы со стороны доски и со стороны там студенческой скамьи на студентов вот какие есть вещи которые категорически нельзя делать если ты хочешь чего-то добиться вот и вот вы видите видите что они это делают вот что такое они делают чок категорически нельзя себе позволить они не делали домашнюю работу они не любопытно не любопытно то есть а пофигу все но не всем игрок людей но то что у нас получается 2 группа началась и во второй группе контингент которые делали домашнее здание больше значит первая группе мы даже мы заставляли как делать там кто не делал домашнюю работу второй группе люди делают или прислали домашней работы по ним и видно прямо вот в классе видно тех людей которые занимаются дом конечно дополнительно конечно они сдают правильно вопросы они задают вопросы которые мы допустим не покрыли или они где-то наверно гуглили они задают эти вопросы с ними можно дальше идти по материалу да то что если они дома не сделали идти некуда конечно но вот а вот возвращаясь памятью в памяти туда вот два года назад вот люди которые там все я могу сказать чего мне не нравится вот я нет недавно записывал парня одного который пришел тут есть спикер был у него стартап они там делают тест automation tool для мобилок в общем такой интересный перенек 40 минут его записывал и я стою сзади я вижу все мониторы и вот сидят люди и они знают они знают что я сзади стою я как бы вроде бы последний чек который бы им хотелось сильно разозлить но они сидят один блин к ты не там ковыряется другой там что-то еще третий немного немного к счастью немного но то не просто сидят на уроке и там нет я не кушать даже опаздывают это уже отдельный разговор вечером было дело они просто не присутствуют я думаю боже а как что же он с такими людьми свой слов большая прорез месседжи вот я стою у доски да я вижу три глаза где-то там текстуют эти люди такие люди нет сама самая большая проблема потому что по выходу они не получат ничего то есть они не то что не получит они не будут уметь ничего и они будут говорить что это школа виновата мы сильно ниже ну а не даже нормально стволе и сюда и ти не надо потому что здесь ничего не дают но не дают не потому что именно ты не захотел взять это тебе давали те вот так вот давали но я очень резко как бы сказать я мало уроков веду но я когда вижу это на своем уроке я очень резко пресекаю я на первом уроке всем бы я веду все первые уроки я всегда вот этого нельзя этого нельзя там нельзя отвлекаться нельзя текстовать ты еще других отвлекает ты даешь людям пример того как плохо себя вести это разрушительное действие такое ну вот но хорошо а вот с точки зрения английского на каком уровне чек должен ходить английским чтобы ну учиться ладно но работу искать потом нам повезло здесь дома в калифорнии здесь кто мало людей говорят на английском правильно грамматически правильно английском другом штате не заняться другой про другой штатного калифорнию но уровень то есть вы должны хотя бы уметь что-то говорить вы даже не то что говорить говорить вас поймут вы должны понимать то что вам говорят потому что то были из лучших людей к себе ищем у нас команда интернешнл тем и у нас свои люди со всего мира работают и в нашей конкретной команде и мы не берем не взяли люди так потому что не понимали английскую речь не говорили что-то но понимать и не понимать основная проблема я часто бывает наоборот понимать понимает а сказать не может сказать понимать когда человек допустим его не понимают то носитель языка они его не понимают а те люди которых близких тараду вторую язык понимают и понимать вообще как вот но пасы английским языком я не знаю я здесь по глупости своей пошел в колледж учить английский язык я взял один семестр и я понял что дальше в кольщики не поучить не пойду потому что за эти два года у меня уровень языка поднялся достаточно высоко то что мне колледж уже не помогает может быть только если брать эксцент редакшн выбрать акцент но мне мой акцент устраивает я тоже мне все время там люди которые там браши вот слушают они приходят в ужас там из моего акцента значит они божия значит мои уши и там чего-то такое у него не слушаем пропали с мозгами про я бы хотел послушать как они говорят в английском языке дело не в этом дело в том что они вне контекста с одной стороны с другой стороны они в негативе поэтому они просто не понимают ничего но я не знаю я могу сказать что не так много людей говорят так по-вески так как я у меня колоссальные словарные запасы не во первых вас очень у вас с точки зрения грамматики у вас очень правильный английский потому что они заднего правила никогда не учил да я просто чё говорю что я бы конечно с удовольствием акцент лучше сделать но знаете что получилось пришла женщина за час за час она совершенно гениальная а при том что она не филолог она мне за час из израиля женщина она мне за час поставила все на место и я пошел и бегу в класс зашел бы чуваки говорю сейчас я буду вот его урок вести у меня будет идеальный акцент они как ну давай я веду они как о там прям под аплодисменты но у меня в трое сократилась скорость с которой я говорю и я не могу в трое медленнее меж материал надо ставить и так она потихоньку вышиблась вот но говорят что если бы я дотянул она бы стала правильного быстрее я уже не знаю но вроде никто никогда не жаловался акцент не бодиай для них люди допустим то паблик спекинг они может ли акцент нужно у меня меньше да но у меня акцент он устраивает у меня не не сильно жестко русский надо мне уже попроса мне было спрашивали с какого штата я приехал то есть то есть сначала сажали как давно я приехал из германии то сейчас расспрашивали с какого штата я при на английский учить я до сих пор я утром встаю я без без меня встретил 5 например и я занимаюсь то есть сначала хожу на парк на турнике бегаю потом занимается английским языком уже самостоятельно уже полируйте тонкости нюансы которые нужны мне естественно читать много и слушать и разговаривать Ой, а вам вот хочется смотреть что-нибудь там, российское телевидение какое-нибудь? Я в России его не смотрел. Я в России телевидение не смотрел. И здесь у меня нету кебла, все, что мне надо, я нахожу в интернете. У меня, понимаете, у меня вторжение вообще телевидения любого. То есть я американское не могу смотреть, и российское меня тошнит. Света моя смотрит фильмы, иногда шоу какие-то смотрит. Я не могу, я когда захожу, и я вижу вот это вот, и мне плохо делается, я просто не могу даже рядом находиться. Единственное астеризм для чего, да, мы в мультике включаем советские мультики, русские мультики, детям. Ну, мультики, светлое, светлое. Все, больше ничего. Ну, и детям. Вот единственное, что получается, это можно, например, смотреть кино. Но, надо сказать, что продукция кинематографа местного, ну, я не знаю, если один фильм из ста будет такой же смотреть, кто это смотрит? Я понять не могу, куда это все. Это же денег стоит произвести и смотреть, невозможно. Так самое интересное, что это стоит денег, и люди это смотрят. А люди смотрят, знаете, люди, фильмы тоже разные. Фильмы разные нужны, фильмы разные важны. Если будут выпускать фильмы только одни фильмы, о которых нужно думать, после которых нужно анализировать и дискутировать, это тоже плохо. Людям нужна жвачка, чтобы снять средств, ни о чем не думать, просто прийти и… Очень кардинально на все, наверное, каждый вопрос имел свое мнение, и оно мне не было такое четкое, вот стоп. То сейчас… То сейчас… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова